Президент России Владимир Путин 9 марта подписал указ об освобождении от должности первого заместителя следственного управления по Замайкальскому краю Рузели Шелест. Она подала рапорт по собственному желанию. Наталья Жданова выделила около 400 миллионов рублей из краевого бюджета на погашение кредиторской задолженности перед строителями. Первоначально будут выплачены самые крупные кредиторские задолженности за детские сады в Чите, Моготу и Сретенске. Первый вице-премьер правительства края Александр Кулаков назвал основные источники загрязнения окружающей среды в Чите. Это транспорт, частный сектор с печным отоплением и котельными. Глава правительства заявил, что решение экологических проблем будет способствовать централизации системы отопления, газификации региона и использованию альтернативных источников энергии – ветра и солнца. Забайкалье стало одним из худших регионов по охране лесов от пожара. В 2016 году в регионе зафиксирован крайне низкий уровень мониторинга лесопожарной обстановки. Ранее руководитель лесного отдела Greenpeace России Алексей Ярошенко заявил, что весна в Забайкале в 2017 году может стать аномально пожароопасной. Владимир Путин поддержал ужесточение наказания за склонение совершеннолетних к суициду. Выступая на заседании коллегии МВД России, он назвал как минимум преступниками тех, кто продвигает в интернете сайты, пропагандирующие самоубийство. В рамках празднования Всемирного дня защиты прав потребителей с 13 по 17 марта в городском управлении потребительского рынка будет работать горячая линия. Если вам оказали некачественную услугу, не предоставили нужную информацию, звоните 3252-87 или 3560-83. В Новосибирске прошел второй этап восьмой летней спартакиады учащихся России среди юношей до 17 лет. Победителем соревнований и обладателем путевки на финальное соревнование стала команда Забайкальского края. В Минусинске прошло первенство Сибирского федерального округа по тяжелой атлетике среди юниоров до 21 года. По итогам турнира представители Забайкальского края завоевали четыре серебряные медали. На сайте ЗапМедиа продолжается голосование за участников проекта «Преображение». Посетителям портала предлагается выбрать того, кто достоин стать победителем реалити-шоу. По данным на 10 марта лидирует участница Татьяна Карпович. Голосование продлится еще 8 дней. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова